коллеги добрый день меня слышно видно коллеги еще раз добрый день я вижу в чате запишите что у меня и слышно сегодня я представляю свой родной регион дагестан меня зовут задай я являюсь руководителем туроператора а вода операторы не только по дагестану и по всему кавказу в целом в первую очередь я бы хотела бы вам ставить небольшой видеоролик о дагестане сейчас я его включу а потом после уже мы проведем презентацию дагестан это красивейший уголок кавказа на берегу каспийского моря с богатой истории культурой и многообразными ландшафтами кавказские горы формировались тысячелетиями в разное время и по разным природным причинам дагестан единственный регион не только на кавказе но и во всей россии где на небольшом расстоянии находится сразу три рельефа равнинный предгорный и горный только здесь у вас есть возможность за несколько часов добраться от берега моря до снежных вершин в один день увидеть пески и полупустыни горные равнинные луга лиственные и хвойные леса каньоны ледники и котлованы но если еще несколько лет назад эта красота была доступна только местным жителям и ученым то сегодня каждый путешественник может с комфортом посетить дагестан и насладиться всем богатством его природы и культуры вас не оставит равнодушными самобытная культура гордые танцы и вкуснейшие блюда и вернувшись домой после чудесного путешествия в дагестан вы будете с теплом вспоминать истинное кавказское гостеприимство ну что ж коллеги как вам наш видеоролик о дагестане надеюсь он вас хотя бы немного зарядил сейчас я расскажу вам в целом о дагестане о сезонности дагестане о том какие тур мы организовываем туроператоры там официальный туроператора более 4 тысячи гостей которых мы уже приняли в своем регионе которые действительно стали спокойными также хочу рассказать о том почему дагестан дагестан круглогодичное направление лето это теплое море осень волотые горы снежные вершины это зима и цветущие сады конечно же весна ну там наверно уже даже знаете дагестан очень богат очень богат фруктами овощами и так далее то есть у нас уже с весны начинает вся эта красота цветения цветением деревьев далее у нас уже с мая месяца начинают поспевать все фрукты что очень радует гостей нашей республики когда можно любые крупные прямо с дерева сорвать это многое значок для тех кто живут больших городах на самом деле не видит практически такой природы горы дагестан это место где горные пейзажи встречаются с каспийским морем и также конечно вы знаете что дагестан очень богат культурой и традициям народов что тоже очень интересно для туристов сезона в дагестане высокий сезон дагестане приходится с апреля по октябрь однако по сути повторюсь еще раз дагестан фототичный курорт потому что зима у нас очень мягкая можно сказать практически зима у нас отсутствует снега нас если пойдет сегодня завтра уже югу нет и поэтому погодные условия погодные условия не препятствуют проведении курсе и туров в полной мере конечно да зимой всего более немножко более немножко наверное вот для глаз конечно же это все таки не те пейзажи не те не до зелени красота и так далее но тем не менее зимой это замерзшие водопады озера и то есть тут своя атмосфера и все очень красиво также конечно же в дагестане летом летом почему более всего туристы выбирают именно теплое время года потому что именно экскурсионные маршруты это там тура можно комбинировать с пляжным отдыхом море у нас очень теплые и хорошо прогревается уже в июле августе но для нас лично для местных да там у нас в мае или в сентябре вода в море мы считаем ее холодной на гости республики очень даже охотно купаются с мая по сентябрь и спокойно в нашем паспийском море этому это тоже очень хорошее время для сезона все хочется рассказать и вам про путешествия во время рамадана потому что мы очень много получаем вопросов от коллег и оценок туристов медленных препятствий для проведения экскурсии пора в и так далее именно для туристов нет коллегии никаких таких от президент рамадана проведения экскурсии полгодневных туров а также организации питания для туристов никакого препятствия наоборот, я бы сказала, что это некая уникальная атмосфера гостеприимства, единения в Италии, где вечером у нас раздаются бесплатные угощения для туристов и вообще в целом для гостей республики, что очень приятно для гостей республики, приятно удивляет все это. Поэтому это опять-таки некая такая атмосфера. Единственное, что мы просим уважения к этому месяцу, так как у нас все жители все-таки постятся в этот месяц. Вы сами знаете, Вегистан это мусульманская республика, несмотря на то, что у нас, конечно, есть жители других вероисповеданий Конфессии, однако мусульман здесь большинства. И из уважения к мусульманам и к месяцу Рамадан мы просто просим своих гостей не употреблять пищу прилюдно. То есть, конечно, обеды, ужины, завтраки – это все предусмотрено для туристов. Просто просим этого делать неприлюдно. Что касается культурных особенностей, именно дресс-хода, правила поведения в республике, опять-таки повторюсь, что республика мусульманская и, как и в любой мусульманской стране, республике, конечно же, у нас тоже есть определенные обычаи и традиции, и также правила ношения одежды. Что касается женщин, у нас нет такого, чтобы некоторые туристы и даже коллеги до сих пор остерегают от того, что думают, что если вы приехали в Дагестан, выставят здесь один чадру и так далее. Нет, этого, конечно же, у нас и нет. У нас тут спокойно ходят, конечно, жители местных и в хиджабах, но есть, которые, соответственно, не ходят в хиджабах и так далее. Но однако одежда должна быть не открытой, то есть это не должно быть коротких юбок и шорт выше колен, открытые плечи не должны быть, то есть все это должно быть закрыто. В городах, конечно, к этому относятся более, скажем так, лояльные, а так как у нас все-таки большинство экскурсий именно связано с горными направлениями, а в горах, конечно же, до сих пор чтят эти традиции, обычаи, и поэтому наши жители гор всегда просят соблюдать эти традиции и уважение к местному порядку. Поэтому именно когда мы выезжаем в горы, мы всегда туристов предупреждаем об этом, чтобы не было никаких коротких шорт, юбок и открытых плеч, когда мы едем в горы. Головные уборы носить не обязательно. Головные уборы мы можем также надевать только в религиозных значениях таких местах и все. Но у мужчин также касается это, то есть также у нас шорты не носятся, и это может быть бриджи ниже колен, но ни в коем случае не выше колен. Также, конечно, употреблять алкоголь у нас не принято в общественных местах, кто придут на. Это можно делать в определенных специально определенных заведениях, где разрешено. И уместно это делать. Так, курение. Курение у мужчин у нас достаточно как бы нормально воспринимается, но если вы увидите эту женщину, которая курит, то могут вызвать ассоциации как бы не от продавания. Поэтому мы также просим это делать в совсем не совсем прилюдно, в специально отведенных местах. Но запретов на это, конечно же, нет. Хочется также рассказать о наших турах, о том, что мы организовываем туры не только по Дагестану, в целом по Кавказу, также это Грузия, что очень удобно для многих туристов наших, которые приезжают к Дагестану на 10 дней, на 2 недели, 20 дней даже приезжают. И в это время они успевают съездить с нами в Грузию буквально там на 3 дня, в Кавратино-Балкарию, Осетию, Ингушетию. Потому что все эти республики, как наши соседние республики, в которые можно спокойно успеть поехать, допустим, если это Осетия, Ингушетия и Чечня, тут есть у нас даже однодневные экскурсии, для которых можно поехать утром и вечером вернуться. Далее, конечно, уже Кавратино-Балкарию, если брать, если брать Грузию, но тут уже необходимо хотя бы выезжать уже на 3 дня. Но это тоже для многих очень удобно, когда приезжают именно в Дагестан. Также мы предлагаем многодневные туры и туры выходного дня по Дагестану. Туры выходного дня очень удобны для тех, у кого нет возможности выбраться в данные периоды на какой-то отпуск более 3 дней. И тут мы выставили, значит, туры выходного дня, где турист может прилететь, условно говоря, в пятницу утро и улететь в воскресенье вечером. Но за эти 3 дня он успеет погрузиться в атмосферу Дагестана, можно посмотреть самые такие востребованные популярные направления наши. Это Катсулакский коньон, это горное село Хунзах, родина Расула Гамзатова, это дагестанский язык тролля, как его любят все называть, направление Гоор, Старый Кахи, Карадаская Теснина. То есть это очень красивые локации, самые такие востребованные достопримечательности с ночевками в горах. Я всегда очень настаиваю именно на ночевках в горах, потому что в горах все-таки это другая атмосфера. Это ночи в горах, это утро в горах, завтраки на свежем воздухе. Дагестан нужно обязательно прочувствовать, поэтому мне кажется, если не организовать ночевки именно в горах, ну как же это так. То есть дверские отели, мне кажется, уже мы все с вами повидали, все наши туристы тоже успели повидать, поэтому всегда хотелось бы, чтобы и вы своим туристам в свою очередь в это доносили, потому что очень многие немножко побаиваются, думают, что у нас в горах не совсем может быть хорошие условия, это все-таки горные села, аулы и так далее. Поверьте, у нас в горах есть очень много хороших гостевых домов, строятся и уже запущены, конечно же, гостиницы с двух-трех местным размещением, с удобством в каждом номере. Сейчас у нас в горах очень сильно развивается именно гостиничный сервис, различные домики, глэмпинки и так далее, поэтому у нас есть любое проживание в горах, просто можно его выбрать. Также мы предлагаем многодневные туры, 5-дневные туры, в которых включены вот именно все самые топовые направления, самые востребованные направления, за эти 5 дней ваши туристы и вы, если приедете к нам в гости, успеете увидеть, не просто увидеть, но действительно еще и прочувствовать этот Дагестан, погрузиться в наши обычаи и традиции, потому что именно в этом 5-дневном туре у нас сложено представление танца-лезгинка, который, я думаю, должен увидеть каждый, кто приехал в Дагестан. Также у нас включены мастер-классы во время ужина в горах, то есть вас обязательно научат приготовить вкусные наши чудо, вихренкалы, это наши главные блюда дагестанские. То есть некая такая атмосфера, все равно, когда в горах проживают, это вечерние посиделки за рассказами обычаев и традиций, всегда в такие моменты топим, значит, самовар, это национальные сладости и так далее. Вот, чтобы наши туры проходили не просто так, что мы показываем именно только локации красивые, но ведь нам есть, что еще рассказать и показать о своих традициях и обычаев. Поэтому мы обязательно стараемся включать это во все программы. Также в этот 5-дневный тур включено, у нас в Дагестане, как вы знаете, все-таки очень развитое и популярное наше ремесло дагестанское. Это на сухуйские изделия, это кубочинские изделия, гацатвинское серебро, то есть можно бесконечно об этом рассказывать и перечислять. Именно в этом туре мы включили также мастер-класс по приготовлению, по производству именно унцукульских изделий. Это инкрустация серебра и мелькёра по дереву, то есть прекрасные, красивейшие просто изделия, украшения, предметы быта готовятся. И наше ремесло придается только из поколения в поколение, как говорится, от деда к сыну, от отца к сыну и так далее. Просто это очень интересно, занимательно. Ни одного туриста еще не оставляло равнодушным, поэтому такие все моменты мы стараемся включать. Ну и, соответственно, конечно, это все красивые локации, это прогулка на катере, именно на глубине каньона по реке Сулак, где невероятные просто гиды, это должен увидеть каждый. Что касается именно дорог горных, тоже многих беспокоит, насколько безопасны наши дороги. Поверьте, несмотря на то, что это горные дороги, у нас везде положен асфальт, поэтому дороги хорошие, опасаться не имеет смысла. Есть, конечно, некоторые участки дорог, которые, да, не положены асфальт, но, однако же, все эти маршруты уже объезжены, протоптаны и безопасны. Далее, что хотелось еще сказать по многодневным турам, турам выходного дня, коллеги, это у нас, значит, гарантированные сборные туры. Туры мы не отменяем, даже если случится так, что вдруг не наберется группа. Такое, что хотя такое случается редко, но все возможно. В таком случае я просто меняю транспорт, если у меня заложен микроавтобус, значит, это будет минивэн или джип, в зависимости, какое количество туристов. Соответственно, конечно же, цена не меняется, ни тур мы обязательно проводим. Поэтому, продавая наши туры, вы можете быть уверены о том, что никаких отмен не будет. Так, перейдем к следующему слайду. Вот также здесь дальше описание у нас, какие туры мы проводим, возможно, у вас будут какие-то индивидуальные заявки о туристах. Соответственно, мы можем организовать джип-туры, пешие туры, также есть вертолетные туры, кто заказывает. То есть, тут все уже под запрос, конечно, ваших туристов. Любой сложности мы готовы организовать туры. Это также касается и Высокогорья. То есть, у нас Высокогорный Дагестан это просто невероятные виды. Это, конечно, я скажу, космос просто. Ну, и сейчас они наиболее пока не развиты. Там совсем мало туристов, что нет. Для некоторых туристов это даже очень важно, чтобы не было именно на локациях каких-то очередей, там, туристов и так далее. Они уже хотят видеть что-то другое. Или даже это те туристы, которые уже побывали в Дагестане несколько раз и хотят увидеть что-то новое. Тогда для таких туристов мы предлагаем именно на Высокогорье. Это Терратинский район, это Цумагиньские районы, где просто невероятные пейзажи, виды. Но, однако, эти районы у нас более отдалены от Махачкалы. Скажем так, почему я говорю именно от Махачкалы, потому что многие коллеги и туристы наслышаны именно, как бы, наслышаны больше городами такими, как Избирбаш, Дербент. Избирбаш больше, потому что все-таки это именно первая береговая линия. Скажем, город расположен на первой береговой линии. И Дербент, ну, вы сами понимаете, почему, конечно, Дербент это древний город. И многим хочется остановиться в Дербенте, в Избирбаш и оттуда выезжать на экскурсии. Но это менее удобно, если вы или ваши туристы планируете выезжать на экскурсии однодневной, то это не совсем удобно. Удобнее всего остановиться в Махачкале или в Каспийске. Сейчас объясню почему. Потому что от Махачкалы все локации, значит, горные локации, также предгорные, там этот каньон, они расположены ближе всего. Если ваши туристы или вы будете останавливаться в Избирбаш или в Дербенте, это значит, просто плюс к нашей дороге еще как минимум два часа. То есть два часа в одну сторону, два часа в другую сторону. И таким образом туристы проводят больше времени в пути и меньше времени на локациях, что очень удобно. Поэтому всегда ориентируйтесь, если вы или ваши туристы хотите выезжать на однодневные экскурсии, останавливайтесь в Махачкале или в Каспийске. А в многодневных турах я вернусь немножко назад, где у нас пятидневный, значит, тур. Этот пятидневный тур проложен, значит, таким образом. Первый день, ну, сбор у нас в Махачкале получается, иногда мы по пути забираем из аэропорта тоже людей и едем в Дербент. Посмотрели, значит, Дербент, осталось ночевать в Дербенте. Опять-таки это делается для того, чтобы туристы проводили меньше времени в пути и больше времени на локациях. На второй день мы выезжаем из Дербента в горы и уже посмотрев на одно из горных направлений мы остаемся ночевать в горах. В третий день у нас снова горное направление, мы снова остаемся ночевать в той же гостинице в горах. На четвертый день мы уже, получается, тоже смотрим одно из горных направлений, но он у нас находится по пути уже к каньону. Поэтому мы немножко, получается, спускаемся с гор и направляемся к каньону. Таким образом мы остаемся ночевать именно вблизи каньона. И тут утром, когда турист просыпается, торопиться никуда не нужно. Он просыпается в прекрасном месте, на базе Дахарахат, то есть с видом на реку. Тут мы смотрим уже, получается, в этот день каньон. И далее мы либо возвращаемся в Ахачкалу, либо мы провожаем туристы в аэропорт. То есть это я немножко вернулась, получается, к нашему пятитневному туру. И вот теперь вернемся обратно. Также вот новогодние туры. Вы, наверное, думаете, какие же бывают новогодние туры. Новогодние туры, в принципе, у нас проходят именно по тем же самым востребованным местам. Но, опять-таки, обязательно новогоднюю ночь мы остаемся в горах. Это, наверное, тоже для тех людей, которые устали, может быть, именно от каких-то корпоративных вечеров и так далее. И тут уже в уютной атмосфере, в гостевом доме, в горах, с новыми знакомыми, с которыми уже успели подружиться, хочет встретить Новый год. Они всегда у нас проходят очень весело. Соответственно, конечно, накрываются праздничные столы. Вот. И тоже, что очень нравится туристам. Так, мы теперь перейдем к следующему слайду. Что касается о нашем транспорте, тут можно сказать, что транспорт у нас, значит, это микроавтобусы 20-местные, джекы и мини-вы. То есть мы предоставляем транспорт по вашим запросам, по запросам ваших туристов. Комфорт и качество мы, конечно, гарантируем. Далее, что хочется еще сказать. Тут, значит, о нас. Авадан – это ваш надежный проводник по Кавказу. И я, генеральный директор оператора Авадан, всегда готова лично обсудить с вами любую заявку. Мы готовы под ваши запросы. Возможно, вам не будут подходить наши какие-то сборные гарантированные туры. Значит, мы будем подготовить маршруты именно конкретно по вашим заявкам. Я лично готова обсудить все ваши заявки, вопросы, запросы и составить для вас маршруты. У нас обязательно индивидуальный подход к каждому туристу. Также у меня в команде я всегда готова обещать качество нашей работы, потому что у меня в команде все профессионалы, профессиональные водители, которые обеспечат безопасность каждой поездки, вашей поездки и ваших туристов. Также, конечно же, это профессиональные виды, обязательно которые прошли аккредитацию. Поэтому вы можете смело отправлять к нам ваших туристов. Еще раз опять-таки хочу сказать о нашей команде. Это команда из уже на сегодняшний день более 35 специалистов. Это гиды, водители, менеджеры, которые всегда готовы ответить на любые вопросы ваши и ваших туристов. И я хочу опять-таки повториться и сказать, для нас очень важно показать не только красоты нашего Дагестана, не только природную красоту. Для нас очень важно, чтобы каждый турист погрузился в атмосферу Дагестана, прочувствовал Дагестан. А это значит познакомить с нашей вкуснейшей кухней, научить готовить эту вкуснейшую еду. И каждый должен почувствовать, конечно же, ритм Дагестанской лиственники. Тут также мне хочется сказать, коллеги, Вы, наверное, даже заметили зеленая полосочка на презентацию. Переходите на наш сайт, Вы можете познакомиться с более подробной информацией с нашими турами, с нашими экскурсиями на нашем сайте. Также у нас очень удобный интерфейс для бронирования экскурсий и туров в личном кабинете. Комиссия для наших партнеров составляет до 15%. Ну и тут также Вы можете пройти по QR-коду, соценить наши контакты. Если кого-то интересует меня личный мой телефон, я могу сейчас написать в чат. Это мой личный номер телефона, если вдруг захотите именно поговорить со мной лично, обсудить какие-то запросы. Коллеги, хотелось бы немножко, наверное, увидеть обратную связь. Понравился ли Вам ролик, презентация, есть ли у Вас сейчас какие-то вопросы ко мне. Также я хочу сказать еще о том, что если Вам нужны будут какие-то материалы, видео или фото для рекламы, для того чтобы Вы могли продавать наши туры, мы всегда готовы нашим партнерам предоставить такой материал. Материал именно, который принадлежит нам, с которым, конечно же, потом не возникнет никаких вопросов и проблем. Ну, пожалуй, на этом, в принципе, моя презентация завершена. Я надеюсь, Вам понравилось. Возможно, я просто очень быстро все рассказала. Но, на самом деле, я очень большой патриот своей республики. Я очень люблю свою республику. И для меня очень важно, чтобы каждый турист, который приехал к нам, обязательно остался довольный, чтобы он возвернулся к нам еще раз. Поэтому, если Вы сами еще не были тоже у нас, приезжайте. Мы можем организовать также для Вас инфратору. Кстати, у нас сейчас даже проходит, но осталось, наверное, совсем мало дней, чтобы сориентироваться на него. Ну, у нас состоится тур, инфратор с семнадцатого по двадцать первого. Если вдруг кто-то готов сейчас прямо уже сорваться и приехать к нам, мы будем рады присоединить Вас к этой группе и показать Вам перед началом сезона вот такой вот именно пятидневный инфратор у нас, который проходит по всем вот этим вот популярным местам. Ролик очень красивый. Благодарю за прекрасный вебинар. Спасибо, коллеги. Здравствуйте. Вы можете в любом регионе. Да, все верно. Мы можем проводить туры в любом регионе по Кавказу. Также мы проводим комбинированные туры. Очень много запросов у нас. Грузия, Дагестан. Грузия, Осетия, Ингушетия. Чечня, Дагестан. Чечня, Осетия, Ингушетия. То есть такие маршруты, где три республики Кавказа, четыре республики Кавказа. Это очень популярные маршруты стали за последние годы. И мы такие маршруты делаем. То есть это абсолютно без проблем и не тяжело для туристов, потому что граница с Грузией у нас в принципе получается через Осетию. Поэтому прекрасно можно комбинировать тур именно Грузия 3-4 дня. И далее, допустим, в Осетия, Ингушетия. Потому что все республики там расположены рядышком друг с другом. И можно делать комбинированные туры. Поэтому присылайте ваши запросы. Мы сделаем хорошую нашу работу. Ваши туристы обязательно с вами задовольны. Ну, в принципе, тогда на этом все. Сейчас я вижу, кто-то пишет в чат. Посмотрим еще, что пишет. Спасибо большое. Спасибо, коллеги, за внимание. Ну, на этом я теперь уже откланяюсь с вашего позволения. Жду ваших звонков, заявок. Спасибо большое. Мы всегда на связи. Звоните мне, пишите мне по любым вопросам. Даже если у вас будут какие-то личные вопросы. Вам нужна какая-то помощь по Тагестану. То есть мы всегда на связи 24 на 7. У нас работа такая. Поэтому я буду всегда рада вашим звонкам.